Воскресенье Все службы, все чтение, пение и, конечно, текст Евангелия раскрывает нам последние времена, погружает наше сознание в конец человеческой истории. То есть с пришествием Христа он отделит царство, нашу человеческую жизнь от божественной, человеческую историю от божественной тайны, время от вечности. Но вот в соборном послании евангелист Иоанн Богослов говорит, времени уже не будет. Это, конечно, тайна, которая непостижима уму человеческому. Когда мы говорим о времени, мы наслаиваем столетия, тысячелетия, расстояние, мера, времени уже не будет. Но звучат грозные слова, если слова Христос отделит, овец от козвищ, пройдет от грешных. И, невзирая, как ты занимаешь должность, чин, власть, положение, свои знания, это ничто. Бог смотрит в самую уговину сердца человеческого. И, как ты занимал положение, власть, сам, чин, Престудом Божественного – это ничто. Иерисус скажет, вот, праведники, вам жизнь вечная, а вот те, кто грешен, и изъязвлен страстями, пороками, а вы в муку вечную. Мрак и свет. В общем, что интересно, этот суд, уже сейчас он всегда идет в сердце человеческом. Еще в IV веке преподобный Антоний Великий сказал слова, которые потрясли Достоевского. И он это пишет в своем романе, что постоянно в этом мире идет борьба за душу человеческую между Богом и дьяволом и поле битвы сердца человека. Вот где все происходит. И Иерисус не будет спрашивать, что ты ел, что пил, где поломочил, в какой-то храм, сколько читал молитв. Это, конечно, все надо. Но лишь в ту меру, в которой ты духовно созреешь до богоподобия. Христос задавал с каждым только один вопрос. А ты любил? Тот же Иоанн Богослов открывает нам тайну божественную. Он говорит, Бог есть любовь. Так вот, что интересно, что судить человека будет и жечь человека любовь Бога. Это просто потрясающе. В течение всего года сегодня я читал самые светлые Евангелия, самые простые, доступные и понятные. Вот человек голоден. Ты его накормил, жаждущий напоил. То есть открыл ему свою душу, свою любовь, свое внимание. Пожалуйста, своим временем чуть-чуть. Но в то же время апостол Павел пишет, что по мере беззакония охладить в людях любовь. Значит, Бога будет все меньше в сердце человека. Зло настолько и изъест самого человека, что и человеческого ничего не остается. Он уже мертвый. Но, тем не менее, вот смерть рассекает двух друзей. Тело и душу. Тело взятое из земли и здесь остается. От него ничего не остается. Он погружается в это вот мироздание. От души нашей человеческой я, от нашего сознания, ум, чувства, воли предстоит перед Богом. И в этот момент открываются два таланта, которые Бог дал человеку, о которых мы почти мало употребляем. Это память не в смысле, когда мы учим стихи Пушкина, а память твоей собственной жизни. Вот что ты в жизни совершил. Но каждый из нас может вспомнить там в каком-то году какие-то события, сюжеты, моменты. А у вас, святые отцы, говорят, когда человек умирает. Это действительно так. Это в России говорят. В этот момент, во мгновение ока на смертном ложе перед человеком открывается вся его жизнь. Вот все, что ты прожил мгновенно от первого вздоха до последнего издыхания. И святые отцы говорят, это для того, чтобы человек хотя бы на последнем годке своей жизни попросил пощады у Бога. И вот память открывает Богу всю нашу жизнь. Что забыли, что не помним, о чем стыдно говорить. Митропонит Антоний Суровский говорит, даже все лица людей, которые были в твоей жизни, в этом момент всем пристают. А в 4 веке преподаватель Ефрем Сирин говорит, что настолько откроется предлогом вся та нашей жизни, как от себя нельзя убежать, так нельзя убежать и от Суда Божия. И даже откроется наша полумысль, полувзгляд. Все, чем мы здесь дышали и мысли творили, все открывается пред Богом. Так вот, грех это расстояние между нами и Богом. А суд Божий, как сказал наш священник Красавица Дмитрия Лушникова, что суд Божий это мера зрелости твоей божественной любви. Насколько ты к этому созрел? Поэтому суд Божий называется страстный и славный. То есть, насколько ты созрел пред Богом, тогда и вот именно это будет Бог ласкать свою любовью или жесть свою любовью. Возьмите младенцу. Я могу и своей жизни сказать, но это вы тоже знаете. Берешь на руки младенца, вот крестишь его, он маленький, беззащитный, хрупкий, но он вот не сделай, что хочешь, но когда берешь его в руки, трепещет все твое существо. Он невинный, он очень запятанный, он не стоптал свою жизнь. Вот такие мы приходим в этот мир. А потом ужас. Я отпеваю человека. Я его никогда не видел и не знаю. Мне дали имя, и я его отпеваю. И вот бывает так, что так отпеваешь, что сбиваешься. Так тяжело, так тебя ломает, неделю болеешь. И думаешь, Господи, что же за... Ой, это вы знаете, такой страшный был человек, слава Богу, что умер. Думаю, Боже, вот. Даже имя его тебя так поражает, крутит. И с другой стороны, бывает, отпеваешь человека, вы знаете, прям люди плачут, там в душе такая радость. Вот так, вот Пасха. И вы скажете, а кто это умер? Святой человек, говорит, весь подъезд вышел хоронить. Кстати, даже вот имя человеческое способно тебя радовать или уничтожать. То есть, жить человек может так быть исковерком. Но Бог дал человека такого дара, как свобода. Ты сам строишь свою жизнь. Хочешь молить, хочешь не молить. Дверь открыта. И твое сердце, и двери храма. Можешь пускать Бога, может нет, но будет смерть. Ничто так не точно, как смерть, и ничто так не скрыто, как время пришествия, говорил митрополит, филарь. И вот этот монах без этого вся смысл жизни теряется. Это поэтому хаос человека в голове. Бога нет. Начинается вот Великий пост, и весь пост считается молитвой Ефрема Сирина. Монах, жил в четвертом веке, спал на песке в пустыне. Он когда молился, не должен было смотреть, весь в огне горел. И вот этот монах просит Бога, Господи, из вами от духа праздности. Но какой у монаха может быть праздник? Господи, он же, и на человека это уже не покош, весь высох. Оказывается, праздность имеется в виду не от праздников, а от душевной пустоты, от безбожия. Ибо когда в сердце человека нет Бога, он пустой, как погребушка. Что бы он ни делал, чем ни занимался. Пустота. Потому что Бог так устроил человека, что седалищим его души является он. Без него все пусто. И тогда следующий грех он просит от уныния. Потому что когда пусто, вот уныние, или сейчас это модное слово, как это говорят? Депрессия. Пустота. И вот жалко, что человек живет в этом, не видит ни красоты, ни радости, ни сейтроги, ни стремится. Пробежал по жизни, проел, пропил, на машине проехал по живым людям. Ты убежал. Но от себя ты не убежишь. Ибо без этого жизнь, она смысла не имеет. Отвечаешь. И вот приходит Господь и отделяет, и смотрит на тебя. и только один вопрос. Любил ли ты? Вот, как же, есть смысл человеческой жизни. Без этого все пустое. Причем, любовь должна быть не абстрактная, не сиюминута, не улыбки, не сентиментальность, а действительно сострадание другому человеку. Вот можно строить этот храм красоты, а можно дачу себе в Кабарово построить и в часовне молиться и в Финском за ним и купаться. И тоже можно. А кому я буду отвечать? Нет, я умру. Что ты в жизни сделал? Просто для города, для людей радость, эту надежду, Евхаристию. Это храм, это не просто архитектура. А я говорю, Иоанн Каштадский, небо на земле. Я говорю, «Земля на небе», где время останавливается, Евхаристия, и простым словами простого священника Бог обращается к каждому человеку. Представляете? Вот мою плоть и мою кровь, вкушайте. Это залог вечной жизни. А без этого человек исковеркан. когда-то я читал про Гоголя. Советская литература об этом почти не пишут. Гоголь решил написать роман о человеке. Он приехал в оптену пустынь. Да, он написал о пороках человеческих. И написал мертвые души. То есть, человек способен так жить, что свою душу бессмертную до смерти уничтожить. Оболочка. Он это написал в своем романе о мертвых душах. И вот он приезжает в оптену пустынь, общается со старцами, молится на литургии, читает священные книги и начал писать о святости. Несколько написал глав изжег. И он пишет своему другу. Грех я описал, а святость описать невозможно. Оказывается, человек способен быть и святым, и грешным. Оказывается, рай и ад в твоем сердце. Уже сейчас сердце каждого человека. Что человек выберет? Ну вот наступает такой момент, что описано сегодня в Евангелии. Приходит Христос. Время нет. И отделит одних по праву, вторую, по левую сторону. А дальше что заработал, то тебе и будет. Помните, как в винограднике Бог дал виноградарям, говорит, вот, растите. Они растили, растили, потому что это ихнее. Убьем сына, убьем слуг, говорит, угрожайся время, будем властвовать. Пришел хозяин, вот уничтожьте всех. Вы здесь временно, вас взяли в наем. Так и жизнь человеческая, она так быстро проходит, но каждый думает, что вот сейчас вот он хозяин. Да ничего этого хозяина не остается. Подходишь, так сколько предо мной умирало людей. какие должности власти занимали, положение, какие артисты, врачи, а умирали. Жуть смотреть, почему? Все нахапал, все достиг, и он смотрит, и это все остается. Даже одну минуту жизни прибавить нельзя. Даже последний доток воздуха выдыхает, все здесь остается. Но вот святые отцы Афона говорят, что когда придет Христос, он воскресит всех, кто умер. И каждая душа человеческая найдет весь атом, всю частицу своего тела. Но человек будет тогда праведник так сиять, что солнце влетнет, что праздники будут судить дела ангелов. Это действительно так. Скажите, что в храме, вне храма, сколько людей в жизни прошло. Есть такие криконы, такие были, что жуть. Я говорю, скажи, пожалуйста, ты можешь мне честно сказать, один вопрос ты можешь представить сознательно, что тебя никогда не будет. Не может. Мы говорим о смерти, когда говорим, мы говорим о ком-то. Все вот. А во что ты ляжешь, да, ты тоже ляжешь, но что тебя не будет, никто не может представить, потому что Бог обрел нас на бессмертие. хочешь этого или не хочешь, что ты в жизни сделал, увидел ли ты красоту, восхитился, сделал красивое, как ты порадовал, выслушал, поддержал, если по-человечески, вот слово доброе сказать от сердца, пожертвовал своим временем, жизни кусочек. Вот это все однажды откроется пред Богом. Дай Бог, чтобы никто в этой жизни пропал для вечности. Ни в России, ни в мире, ни в этом храме, ни храма. Человек дорог каждый и неповторим. Я очень много встречал людей, такие должности занимали, такие были уже ярые атеисты, жуть, конечно. Как был такой чулак, по-моему, фамилия его, писатель такой в Ленинграде, он уже умер, он говорит, я верю, что кошка будет вечно жить и собака, а я это же так опуститься, так вот так вот понять. Ничего не понять в этом мире. А ведь человек, смотрите, это же сама тайна, кто от медицины занимается. Какие светилы я разговаривал, это же потрясающе. Жака некая Филатова была, по-моему, разговаривали. Он же до конца стал сверующим человеком. Когда я говорил с его духовником, отцом Алексием в Одесском монастыре, он же умер. Да, правда, он на руках у меня умер. Говорит, не дай Бог подумать, что я был неверующим. Потому что человек такой мудрость, такая тайна, но так устроен человек, что он не может просто так. А как? Вы можете представить, что храм раз и пришел, почесали у нас свой храм? Нет. Это делали люди, страдали, думали, мучились, посвящали. А какая косво, вселение, посмотрите, что делается вообще. Говорят того, сожгли, они были священниками. Они были священниками. Не церковь жгла. Конечно, сейчас другая уже, я пошел немножко дальше говорить. На самом деле, заканчивая, хочу сказать, дай Бог, чтобы никто не попал для вечности. Ибо почему больше людей старых в церкви, когда созревает духовное откровение? Когда человек убил цену жизни, оценил себя, свою жизнь, возможности. Сколько многих похоронил. И оказалось, что человек слабый не на чем. И как он прекрасен, как он неповторим, что все созданное в этом мире Бог положил под ноги человеку в радость. Вот увидеть, почувствовать пережить Творца, однажды каждый встретится. Это просто счастье. Это действительно так. И трудности этой жизни будет не крематорий и могила, а встреча с Богом, со Христом. Как говорят святые подвижники, со смертью только все начинается. Аминь. еще раз все душевно смотря с воскреса в днем. Все, кто причинялся от счастья, эти причастились от царства и беса, живого Бога. Только дай Бог, что, выходя с храма и жив в этом мире, мы не расплескали счастье в свое сердце божественную благодать, а приумножали ее. И кто бы заснавал, чем бы не занимался, какие-то совершал поступки, ему знать, что мы верующие люди. Ты христианин, от каждого из нас зависит, святится имя Христа в этом мире или нет. Будьте вам хранить жаловьем в крепости веры, здоровья, мудрости. Духом не падайте, держитесь от Бога и себя не теряйте. И Бог все управит. Спасибо большое. Всех вас поздравляю с праздником. Выслушьте, пожалуйста, благодарственную молитву. Слава тебе, Боже! Слава тебе, Боже! Слава меня. Пожалуйста.